Здравствуйте! Добро пожаловать на программу «Весть Карачаева-Черкесия». События понедельника в репортажах наших корреспондентов. И вот что главное сегодня. Реализация приоритетных национальных проектов на территории Карачаева-Черкесии. Что будет сделано в этом направлении в ближайшие годы, члены правительства доложили главе республики. Замена ветхих водопроводных сетей. Около 1300 метров нового трубопровода прокладывают при Кубанском районе. Улучшится качество подаваемой воды и ее напор. Профессия учителя трудная. В афитеатре парка культуры и отдыха «Зеленый остров» поздравляли и говорили слова признательности людям самой благородной профессии. Надеюсь, к финишу дойдем. Непожде не менее. И взрослые дети республики приняли участие в пешем марафоне, посвященном Всероссийскому дню ходьбы. Сегодня глава Рашид Тимреза провел совещание с членами правительства республики по вопросу реализации приоритетных национальных проектов на территории Карачао-Черкесии. Каждый вице-премьер проинформировал руководителя республики о результатах по своему направлению. В текущем году в общем плане мероприятия больше всего индикаторов запланировано в социальном блоке. По линии Минздрава оснащение оборудованием лечебных учреждений, Минтруда и социального развития, реализация комплекса мер по поддержке семей с детьми, в том числе многодетных, а также людей старшего поколения. По линии Минобразования открыты 19 центров «Точка роста». Минстрой ответственен за строительство школы и ясли для детей от нуля до трех лет, окончание которых запланировано на конец 2020 года. В поселке Кавказском продолжаются работы по замене ветхих водопроводных сетей. Новый трубопровод улучшит водоснабжение жителей Прикубанского района. Вода будет качественная и подаваться она будет бесперебойно. Подробности у Али Баташева. Длина нового трубопровода составит около 1300 метров. Работы по его прокладке проводятся в рамках целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий». В траншеи укладываются новые трубы, по которым будет подаваться вода практически к половине населения поселка Кавказский. Старые изношенные водопроводные сети уже давно не справлялись с задачей качественного и бесперебойного водоснабжения, говорят жители этого населенного пункта. Все водопроводы, как мы знаем, строились порядка 50 лет назад, в советское время. Трубы были металлические. И срок годности их порядка 20-25 лет. И в настоящее время срок сжил себя уже в два раза. Естественно, что трубы уже порядком прогнившие, проржавевшие, заиленные. Водоснабжение, ну хоть и нормальное у нас, но все равно есть проблемы с водой иногда, с напором воды. Диаметр трубопровода будет больше прежнего, что приведет к увеличению напора воды. Да и сами трубы, по которым будет подаваться вода, выгодно отличаются от ранее установленных, говорят подрядчики. Трубы у нас полиэтиленовые, ПВХ, они гарантийный срок службы 50 лет. И, соответственно, внутри у них не возникает ржавчины. То есть вода будет чистая, намного чище, чем было раньше. Поэтому было принято именно решение такое, чтобы проложить полиэтилен. Соответственно, мы еще там будем свою часть немного менять, тоже еще 300 метров, чтобы охватить большую часть поселка. Эта часть идет по программе, а та часть будет уже за счет своих средств меняться, ну чтобы больше эффекта дать по чистой воде. С введением нового водопровода в эксплуатацию улучшится качество подаваемой воды и ее напор, говорят подрядчики. Объем работ уже практически на 70% завершена работа. Остались только технически малый объем работы. Там врезка с одной стороны, врезка с другой стороны. И практически все остальное уже закончено. Работы по прокладке нового трубопровода планируют завершить уже в конце октября, если погодные условия будут благоприятными. Али Баташев, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачева, Черкесия, Прикубанский район. В амфитеатре парка культуры и отдыха «Зеленый остров» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Учителя. По традиции к педагогам обращались со словами признательности за выбранную ими благородную профессию, за достижения в работе. Альбина Ламкова продолжит тему. Профессиональное сообщество педагогов – это сила, которая способна поднять сферу образования на самый высокий уровень. Именно по этому торжественному мероприятию, посвященному Дню Учителя, придают особое значение. В нарядных костюмах педагоги школ, детских садов и учреждений дополнительного образования спешат занять почетные места в амфитеатре, чтобы получить удовольствие от организованного праздника для учителей города Черкеска. Профессия учителя трудная. Она требует от человека не только знаний, но и духовных сил, выдержки и даже мужества. Поэтому, наверное, она интересная. Труд профессионального педагога неоценим и важен для общества. В какой бы сфере ни специализировался учитель, он должен уметь найти подход к каждому ребенку и помочь ему раскрыть собственный потенциал, воплощая новые идеи, говорит педагог дополнительного образования Зульфия Беслинеева. На своих занятиях она учит детей шить, кроить и вышивать. Развивает в них творческие способности. Каждый ребенок индивидуальный, мы к каждому относимся как к личности. Нужно очень большое терпение проявлять и как-то сделать так, чтобы детки приходили и им нравилось. Вот в школу они ходят каждый день, это обязательно. А к нам они приходят только по желанию и с удовольствием. В этот праздничный день для работников сферы образования невозможно ограничиться теплыми словами по желанию и цветами. На самой престижной сцене города было организовано награждение почетными грамотами и благодарственными письмами для тех, кто своим трудом и талантом внес заметный вклад в воспитание подрастающего поколения. Всестороннее развитие школьников и дошкольников. Тех, кого любят дети и ценят родители обучающихся. Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Труд педагогов не только один из самых благородных, но и один из самых тяжелых и ответственных. Основой этой замечательной профессии требующей особых духовных качеств человека, любовь к детям, к самому дорогому, что у нас есть. Также Руслан Тамбиев отметил, что в Черкесске в сфере образования проведен большой объем работ. Вспомнили в этот день и своих первых учителей, которые дали им путевку в жизнь. Добрые слова прозвучали и в адрес энергичных, образованных молодых педагогов, которые приходят в школы. Министр образования и науки Инна Кравченко, поздравляя работников педагогического труда, учителей школ, воспитателей, работников дополнительного образования, отметила, что День Учителя – это самый любимый праздник в нашей стране, поскольку он дарит возможность каждому ученику сказать слова признательности и благодарности. День Учителя – это особый праздник. Поскольку именно вам, учителям, воспитателям, родители доверят самое дорогое своих детей. Именно вы, учителя и воспитатели, закладываете основу завтрашнего дня. Именно вы, дорогие наши коллеги, формируете нашего будущего гражданина. Ещё одним подарком в День Учителя стали концертные номера, подготовленные творческими коллективами Черкеска. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия. О честовании учителей в Карачаевске расскажем после прогноза погоды. Похоже, в республике вновь наступила календарная осень. По сообщению синоптиков, в Карачаево-Черкесии переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днём местами небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 3, плюс 8, а днём 15-20 выше нуля. В горах ночью до плюс 5, а днём до плюс 14. В Черкесске без осадков. Днём небольшой дождь. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 5, плюс 7, а днём 18-20 градусов тепла. Мебельный центр «Хоум-Плаза». Два этажа изысканной качественной мебели от эконом до премиум-класса. Производство Турции, Китая, Малайзии, Белоруссии и России. А также ортопедические матрасы и аксессуары для сна. Черкесск, улица Октябрьская, 301А. Бизнес-центр на территории Строй-Апторга. Это «Вести» в прямом эфире и мы продолжаем. В Карачаевске чествовали педагогических работников дошкольного, школьного, высшего и профессионального образования. Торжества, посвященные Дню Учителя, принял КЧГУ имени Умара Алиева, альма-матер абсолютного большинства педагогических работников Карачаева-Черкесии. Ахмад Халкевич продолжит. Площадка КЧГУ для чествования учителей выбрана не случайно, ведь этот вуз на протяжении уже более чем 80 лет выпускает педагогов практически по всем школьным предметам. А еще он единственный в регионе, где готовят учителей языковедов. Прочное мероприятие организовала Республиканская профсоюзная организация работников образования. По приглашению руководителя регионального профсоюза работников образования Мурадина Беслинеева в Карачаевск лично прибыл вице-президент мирового и президент Евразийского континентального артистского комитета АОСБ Туганов, чтобы поздравить учителей. Вы на переднем плане борьбы за воспитание подрастающего поколения. Пусть это ваше сложное, но благородная профессия даст вам удовлетворение, удачи и признание. Также АОСБ Туганов выполнил приятную миссию, наградил наших школьных учителей международными золотыми орденами «Сердце отдаю детям» за целеустремленный и кропотливый труд в деле воспитания детей и подрастающего поколения. В общей сложности высокие награды Мирового артистского комитета получили 35 работников сферы образования Карачаева-Черкезии. В приоритете были общеобразовательные учреждения. В первую очередь, чтобы удержаться в этой профессии, достичь каких-то результатов, я думаю, что нужно очень любить детей. Общий педагогический стаж Асиат Харуновны-Боисовой из Аула-Иконкалк Ногайского района составляет 45 лет, больше 30 из которых она проработала учителем начальных классов. Даже неожиданно такие поздравления. Конечно, большое спасибо организаторам. То, что сердце отдают детям, действительно, педагогу приходится выкладываться, отдать, ну, как здесь сказано, отдать всю себя и, конечно, и свое сердце. Золотым орденом Артистского комитета была отмечена плодорная работа руководства лицея интерната имени Екатерин Хапсироковой из Аула-Хабес. Учащиеся этого образовательного учреждения активные участники не только республиканских олимпиад, но они еще часто представляют Карачаево-Черкесию на всероссийских уровнях и достойно демонстрируют образовательную культуру нашего региона. Очень приятно, конечно, когда вот эти события сопровождают нашу работу. Они поощряют, они стимулируют. Хочется, чтобы еще лучше, еще выше. Представители Артистского комитета помимо работы учителей и преподавателей своими высокими наградами отметили и вклад в развитие образования руководителей городов и районов республики. А грамоты и медали от Центрального совета профсоюзов работников образования России, а также республиканского комитета, вручил Мурадин Беслинеев. В школах работают профессионалы, которые душой болеют за детей. Они стараются научить детей добывать знания, думать и жить. День учителя – это праздник для каждого, ведь даже те, кто не учит и не учил, сам когда-то учился. А значит, никто не может остаться равнодушным в этот день, ведь у каждого в памяти всплывут родные лица и наказы школьных учителей. Ахмат Халкищев, Мухаммед Ашубуков, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. В парке культуры и отдыха «Зеленый остров» жители республики отметили Всероссийский день ходьбы. Взрослые дети приняли участие в пешем марафоне, который проходил вокруг Большого пруда, после чего для участников был организован розыгрыш призов. Репортаж Алихан Лепшокова. Всероссийский день ходьбы является особым спортивным мероприятием, в котором может принять участие каждый желающий. Как говорится, и стар, и млад участвовал в пешем марафоне в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Протяженность маршрута 2 километра вокруг Большого пруда. Организатор спортивной акции, представитель Министерства физической культуры и спорта Карачаева Черкесии, отмечает, что ходьба – хороший способ оздоровить организм, и пеший марафон этому способствует. Также в этот день можно было получить бодрый заряд энергии и поучаствовать в розыгрыше призов. Это приобщение людей, дополнительное приобщение людей, мотивация людей, для того, чтобы они занимались даже не то, чтобы спортом, просто вели здоровый образ жизни. Ходьба сейчас становится одним из самых интересных, одним из самых увлекательных вообще во всем мире. Почему? Она разная, скандинавская, шотландская, спортивная. И вот объявлен старт, и все участники быстрыми шагами начали преодолевать путь по указанному маршруту. В пешем марафоне приняли участие представители различных образовательных и спортивных учреждений. Приятная обстановка, мне очень нравится, но я тороплюсь, извините, с закупком. Надо не только 5 октября ждать, но почаще, чтобы дети и учителя были содействованы, задействованы в одном направлении, и всегда вот шли, как мы это и делаем. Надеюсь, к финишу дойдем не последними. Добравшись до финиша, каждый участник получает сертификат с порядковым номером, чтобы принять участие в розыгрыше призов. И вот ведущий вместе с помощником, маленьким Тимофеем, определяют тех, кому достанутся призы. Номер, который доставал малыш, а следовательно и участник розыгрыша становился обладателем той или иной спортивной экипировки. Участники отмечают, что такие мероприятия настраивают людей на здоровый образ жизни. Конечно, важно, что это объединяет, такие мероприятия объединяют и завлекают. Узнаем тоже, что некоторые даже не узнают, что можно заниматься параллельно с ходьбой и другими видами спорта. Ходьба важна для любого человека. Для здоровья важна ходьба. Ходьба по прямой местности, по пересеченной местности, в горы надо ходить. И вообще ходьба – это олимпийский вид спорта. С каждым годом масштаб акций пешего марафона увеличивается, и организаторы уверены, что Всероссийский день ходьбы станет небольшим шагом к занятию, спортом. И многие обратят внимание на свое здоровье и укрепят его. Алихан Лепшоков, Руслан Харченко, Вести Карачаева, Черкесия. Прямо сейчас на нашем канале премьера сериала «Входя в дома, глянись». Таким был понедельник Карачаева, Черкесии. Приятного просмотра и ждите вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин